Здравствуйте, меня зовут Евгений Попов. В ближайшие несколько уроков мы с вами будем изучать такой инструмент, как Skype. Я думаю, вы уже слышали, что это такое, но если до сих пор не используете, то данные уроки будут вам полезны. Skype позволяет вам звонить любому человеку напрямую через интернет и общаться либо только голосом, либо голосом плюс видео, если у вас есть веб-камера. Кроме этого, вы можете использовать Skype для обмена мгновенными сообщениями, так же, как, например, Ваське, и обмена файлами. Плюс ко всему, Skype позволяет вам создавать групповые чаты, то есть если вам нужно общаться, например, не один на один с каким-то человеком, а пообщаться, например, троем, сделать такой общий чат, Skype это тоже позволяет реализовать. И то же самое с групповыми видеозвонками. То есть вы можете объединить несколько человек в группу, сделать звонок, и вся группа будет видеть вас и то, что вы говорите. Чтобы использовать Skype, вам нужно зайти на их официальный сайт skype.com и первым делом здесь зарегистрироваться. Для этого вы можете перейти прямо в корень skype.com и либо нажать кнопку «Присоединиться в правом верхнем углу», либо приступить в данном случае вот здесь. Но когда вы будете смотреть данное видео, возможно, данная страница уже изменится. Они ее постоянно меняют, но смысл от этого не меняется. Вам нужно зарегистрироваться, чтобы у вас был свой логин и пароль. После этого вам нужно скачать программу под свою операционную систему. Вот здесь, если мы спустимся ниже, у нас есть Skype для Windows, для Mac, для Linux. А вот, допустим, я использую Windows, поэтому я бы скачал для Windows. А после того, как вы скачаете и установите программу, то есть вот она кнопка закачки. После того, как вы скачаете и установите программу, у вас на рабочем столе появится ярлычок. Вам нужно будет его запустить. И вас попросят ввести логин и пароль. После того, как вы логин и пароль ведете, вам откроется вот такое окошко, где, скорее всего, изначально вас попросят указать, какой микрофон вы будете использовать скайпом, какие динамики, то есть куда выводить звук и какую веб-камеру. Вы выбираете там свои устройства, и мастер настройки у вас заканчивается. После этого вы увидите вот такое главное меню скайпа, с которым мы с вами и будем разбираться со следующего урока. Жду вас там.